Здравствуйте! С вами Павел Гендавицкий и в эфире программа Паша Тревел Гид. Сегодня мы продолжаем наше путешествие по Александровскому району, а именно по окрестностям села Александровского. И отправляемся по туристическому маршруту, который называется Каменное ожерелье, чтобы посмотреть на различные пещеры, гроты и причудливые камни. Состоят они из камня песчаника, появились здесь благодаря древнему Сарматскому морю, которое соединяло Черное море и Каспий. Но несколько тысяч лет назад вода отступила, и теперь мы можем все это видеть. Конкретно это место называется Каменными сараями. Начинаем наше путешествие отсюда. Это серия пещер на склоне одной из возвышенностей. Чтобы добраться сюда, необходимо воспользоваться помощью местного проводника. Дорога очень запутанная, сложная, даже пытаться объяснить ее не буду. И еще, выбирайте автомобиль с повышенной проходимостью. Как называется это место? Где мы сейчас находимся? Место это называется Каменные сараи. Мы сейчас находимся с вами в пещере, которая называется Партизанская. В этой пещере, по историческим данным, в годы Великой Отечественной войны прятались партизаны, которые совершали набеги на фашистов и, собственно, партизанили. Здесь находился их нештаб. Сами Каменные сараи представляют собой несколько, около десятка пещер таких приблизительно, но которые, к сожалению, сейчас уже завалены песчаником. Но это самая большая пещера партизанская, которая сохранилась вот до сегодняшнего времени. По историческим данным, это была сеть пещер, которые разветвления были под горой и выходили буквально до села Северного. А расстояние до соседнего села Северного приличное, около 15 километров. Среди местных ходит легенда, что узкие ходы простирались еще дальше и пронизывали не одну гору. Даже до Великой Отечественной войны, когда пастухи здесь пасли овец, значит, что несколько овец заблудилось. Они тоже хоронились здесь с овцами в пещере. И несколько овец заблудилось. И по переходам вот этим подземным, несколько овец вышли даже вот в районе Калаусских высот, именно в Северном. Это легенда. А вообще, вообще, это вот исторические вот такие данные. Что до Северного были пещеры. Да, это исторически. До Северного именно пещеры ходы были. А легенда это то, что даже вышли овцы на ту сторону. Правда или нет, неизвестно. В партизанской пещере есть несколько боковых ответвлений. Вот я сейчас побывал в одном из них и встретился там с летучими мышами. Так что тем, кто боится летучих мышей, в сторону лучше не ходить. Но и в самой большой пещере они, судя по всему, тоже водятся. Это легко определить по помету, который они оставили на полу. Рядом с партизанской пещерой есть несколько других, поменьше. Например, в этой можно передвигаться только пригнувшись. И на полусогнутых ногах. А проникнуть в отдельные ходы можно только ползком. Хорошее место для тех, кто хочет поиграть в спириологов. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, в пещерах мы побывали. А теперь, идя по живописной тропинке, любуясь скалами и видом на зеленый красивый лес, отправляемся дальше смотреть на каменных слонов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот мы добрались до каменных слонов. Две массивные каменные глыбы, два столба, которые стоят на краю холма. Если отправляться сюда в путь от дороги, то этот путь занимает около 15 минут. Причем идти приходится по степи, среди трав и зарослей боярышника. Эти две статуи очень похожи действительно на животных гигантов. Особенно та, что справа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Расскажите, пожалуйста, почему этот маршрут вы называете каменное ожерелье? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каменным ожерельем маршрут называется потому, что все природные памятники, которые располагаются на этом маршруте, находятся с востока, окаймляют село наше с востока на запад с северной его стороны. Если бы мы могли, допустим, на высоту птичьего полета подняться, то мы бы увидели, что это действительно так. Наши природные памятники по своему расположению имеют форму ожерелья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И что можно здесь увидеть? Что показываете? По нашему маршруту, наши природные памятники, это иное еще наше название, это каменный зоопарк. Потому что по маршруту мы можем увидеть вот сейчас слоны, как вы видите, каменные лягушку, это бренд, можно так сказать, наш Александровский, каменные бегемот, черепаха, дракон, каменный замок. Ну, по легенде, в этом замке все эти животные жили. Как всегда лучше ехать? Это больше, наверное, интересно детям. Вы знаете, да, наш маршрут разработанный и действующий. Мы возим сюда именно детские группы, хотя мы считаем, что взрослым было бы не менее интересно. И вообще отдых наш можно еще сделать, как семейный отдых, потому что интересно всем будет. Здесь, как в японском саду камней, только эти камни выложены самой природой. Если долго сидеть и смотреть на них, каждый найдет здесь что-нибудь свое и увидит в камне какую-нибудь интересную фигуру. Например, в этом камне, на котором я сижу, наш оператор Андрей Чернов разглядел ящерису. А вот та же самая ящериса, только с другой стороны. Андрей, ну совсем не похоже. Максимум какая-то странная мидия. На слонов полюбовались, едем смотреть на других каменных животных. Но для начала мы приехали сюда, к Киселевскому кургану. Это красивая, необычная гора, холм, увенчанный скалой. Высота его 469 метров над уровнем моря. Находится он в 10 километрах с севернее села Александровского. Также его называют сказочным замком. Именно с этим сказочным замком красивая сказочная легенда связывает появление тех животных, на которые мы ими смотреть. Правильно? Правильно. В стародавние времена замок Холм этот был большим, красивым замком. В нем жил кровожадный дракон со своими прислужниками, огромных размеров черепахой, лягушкой и бегемотом. Он был злым и кровожадным. Творил бесчинство, воровал скот у людей и людей брал в полон. И вот однажды взмолились люди своим богам, стали просить их избавить от бесчинств этого дракона. В одну ночь, когда дракон именно ночами выходил на свои пиршества кровавые, и вот в одну ночь разразилась сильная буря, сверкали молнии, гремел гром, и стали они попадать именно в красивый замок дракона, который постепенно стал рушиться и превратился вот в такие руины. В страхе разбежались во все стороны прислужники драконовые. Черепаха и бегемот убежали в одну сторону, лягушка в другую. Дракон не долетел буквально несколько сотен метров до своего замка. С первыми лучами солнца он превратился в камень, равно как и его слуги. Так и остался он лежать на дороге, смотря на свой замок, и окаменев, и не сумев долететь до границ своего замка. И таким вот образом руины замка теперь местных людей привлекают своей красотой. Отправляемся смотреть на каменный зверинец. Для этого поднимаемся на гору Голубиную. На склоне слева от трассы видим лежащего дракона. Чем-то похож. Полюбовались и в путь к вершине. Отсюда открывается чудесный вид на село и окрестности. В хорошую погоду видно горы Кавминвод и Кавказский хребет. На вершине горы расположились бегемот. Так прозвали эту огромную глыбу. И черепаха. Спускаемся с одной горы, отправляемся к подножью другой, лягушиной, которая находится в черте села Александровского. Здесь можно полюбоваться на главный каменный символ райцентра – лягушку. Из всех скал это наиболее похоже на животное. С лягушкой связана еще одна местная сказка. Какая – пусть останется секретом. Будет повод сюда приехать. На этом наше знакомство с Александровскими камнями подошло к концу. Что хочется сказать, было интересно. Особенно такой маршрут понравится детям. Подойдет он и для семейного отдыха. Малышам будет приятно послушать сказки и легенды. Взрослым полюбоваться природой. Вы смотрели программу «Паша Тревел Гид». С вами был Павел Гендавицкий. За камерой Андрей Чернов. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»